ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Наступил последний месяц 2017 года. А согласно технического регламента о безопасности колесных транспортных средств в декабре, январе и феврале на автомобиле должна быть установлена зимняя резина. Наказания за ослушание нет. Депутаты Госдумы пока не ввели соответствующий штраф. Однако денежное взыскание предусмотрено для тех, кто поставил зимние покрышки лишь на одну ось. ТРАССА СТО ОДИН Бензин подорожает? Насколько именно? Не знаю. Так можно сформулировать смысл ответа на вопрос о стоимости топлива после Нового года, заданного первому вице-премьеру Аркадию Дворковичу. По его словам, в ближайшие три года цены на горючее будут расти, и рост этот не выйдет за рамки инфляции. По данным Росстата, отмечу, с начала 2017 года бензин подорожал почти на 6%, ДИС топлива на 7,5%. При этом Минэкономразвитие прогнозировало куда более скромное повышение менее 3%. ТРАССА СТО ОДИН Размер транспортного налога для некоторых легковых автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей с нового года понизится. Если сейчас в отношении таких машин действуют коэффициенты 1,5, 1,3 и 1,1 в зависимости от года выпуска, то с января останется только последний. Соответствующие изменения внесены в налоговый кодекс. ТРАССА СТО ОДИН Составлен список самых дешевых на сегодняшний день иномарок. На первом месте располагается компактный хэтчбэк Ravon R2, преемник Chevrolet Spark, за который нужно заплатить минимум 439 тысяч рублей. 444 тысячи и второе место у Datsun on Dome. Ravon Nexia дороже на 5 тысяч, он замыкает тройку лидеров. Также в пятерке два китайца Brilliance H230 и Favoli по начальной цене 460 и 491 тысяч рублей соответственно. В полицейский участок одного из американских городов пришло любопытное письмо. Его автор, автомобилист, признался, что более 30 лет назад въехал в припаркованную на улице машину, испугался и покинул место ДТП. Теперь виновник аварии раскаивается, просит прощения и желает возместить ущерб пострадавшей стороне. Ущерб он оценил в тысячу долларов, которые находились в конверте. Обратного адреса на нем не было. Стражи порядка заявили, что не в силах разыскать хозяина стукнутого авто, так как было это очень давно. А деньги они собираются потратить на покупку оборудования для служебных целей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok